Мои дорогие, всем доброго времени! С вами Полина Сухова, парапсихолог. Сегодня я подготовила для вас прогноз на 2021 год, на 2022, на 2023 и даже на 2024. Но в большей степени, конечно, разговор пойдёт о 2021 году. Замечательный бычок нам сегодня поможет, потому что он символ этого года. И я как раз буду говорить о нём тоже в том числе. Информации очень много. Подготовила её и взяла из разных источников, всё анализировала. И сегодня, конечно, хочу донести до вас. Поэтому даже подготовила большую-большую шпаргалку, потому что всю эту информацию в голове просто удержать невозможно. Над этой информацией работала и моя группа астрологов. И, конечно же, я отдам вам ту информацию, которую получила из тонкого мира, куда я хожу на советы мудрецов высшие измерения. Светлая иерархия. Итак, что же нас ждёт в ближайшее время? Есть тут и новость, и хорошая, и, с другой стороны, не очень приятная. Ну, можно сказать, плохая. Но всё зависит от того, как вы это воспринимите. Потому что многие люди сейчас мне пишут, и мои студенты, ребята, кто давно уже подписан на мой канал, говорят, «Полина, время пандемии для меня хорошее время. Многое изменилось в сознании, в понимании, в поведении. Меня вышибли с работы, но я рад этому». Как у вас для вас этот год? Удачен ли он для вас в каком-то более высоком понимании духовности, может быть? Напишите обязательно в комментариях. Мне это очень интересно. Подписывайтесь на канал, те ребята, которые только к нам присоединились. Обязательно пишите вопросы, лайки, если вам понравится видео, конечно же, приветствуется. И большая благодарность всем моим подписчикам, которые поддерживают меня. И вместе мы идём в четвёртое и пятое измерения, мои дорогие. Ну и что же нас ждёт в следующем году? Очень много вопросов по пандемии, когда она закончится. Как мы смотрели и по звёздам, и в тонком измерении, то, собственно говоря, январь-февраль будут достаточно ещё тяжёлые эти месяцы. Март, апрель, то есть весна, естественно, будет всё с пандемией всё тише и тише. К лету она немножечко так уже, как в принципе в этом году, даже полегче будет, утихнет. Но в то же время, где-то ещё полтора-два года, в любом случае, этот вирус ещё будет ходить. Но на смену этого вируса придёт немножко другие проблемы человечества, уже многие об этом знают. Это связано как раз с вакцинацией. И я об этом тоже немножечко поговорю чуть позже. Что же нас ждёт, будет про неубедительная вакцинация или нет. Итак, давайте же всё-таки мы немножечко подведём итоги. Что нам принёс год крысы? Он первый в восточном календаре. Бычок у нас идёт второй. А значит, мы входим в цикл глобальных перемен. Плюс ещё, конечно, Сатурн с Юпитером в первом градусе Водолея соединяется 21 декабря. И, соответственно, что происходит? Происходит новый цикл. Это запуск нового времени на целые 20 лет. Соответственно, мы на пороге. Мы на пороге вот этих новых свершений. То есть как раз и в этом для кого-то состоит плохая новость. Мы только начали, собственно говоря, вот это путешествие. Совершенно новое время с новым состоянием мышления и с новым состоянием даже энергии. Мы об ней сегодня тоже поговорим. Итак, бык, значит, ну, собственно говоря, год крысы принёс нам откровение. Бык, это 21-й год, принесёт осознание для многих, что точно нужно меняться и быстро меняться. Тигр, это 22-й год, принесёт первые плодотворные результаты. Кролик у нас 23-й год, принесёт стабилизацию успехов за 22-й год. Дракон 24-й год выведет нас на ту свободу, о которой сейчас многие мечтают. Это как бы очень-то коротко, но сейчас мы потихонечку-потихонечку подойдём к интересным годам, которые нас ожидают, и переломным. К чему нас призывал год крысы? Крыса — это символ реализма, хитрости, высокой адаптации к внешним условиям. То есть нас каждого призывал этот год действительно очень быстро думать, решать и действовать. То есть адаптация к таким серьёзным изменениям в мире. Это символ семьи, в том числе и коллективной работы, обустройства дома. Это запасы на долгие годы. И это не просто так. Нас этот год призывал к накоплению ресурсов. Год крысы требовал от нас налаживать связи, прежде всего, с семьёй, единомышленниками. Потому что в одиночку в будущие года, да и вообще в эпоху Водолея, выжить будет практически невозможно. Сейчас консолидируются группы. И в первую очередь по мыслям, по идеям, по направлениям. И прошедший год требовал главного заглянуть в себя. Переосмыслить ценности. И каждому важно подвести итоги именно сейчас. Как вы прожили этот год? Сделали ли вы какие-то выводы из тех каких-то, может быть, серьёзных трансформаций в вашей жизни? Может быть, вот этих серьёзных проблем, которые с вами произошли? Если сделать главный вывод, если узнать урок, понять его, этот урок, соответственно, и изменить не только своё поведение, свои реакции, свои мысли, работать в этих направлениях, соответственно, двигаться в ногу со временем, вот сейчас этих годов, то, соответственно, и года следующие для вас будут очень положительными. Потому что многие, ещё раз и говорю, говорят, что если год прошёл, в принципе, удачно, хорошо, да, многие болели, да, многие потеряли работу, но кто адаптировался, тот выигрыши. Ну, собственно говоря, крыса нас опризывала к этому. Великая депрессия, которая сейчас находится во всём мире в состоянии… Она входит сейчас на самый пик. То есть потихонечку люди действительно будут всё больше адаптироваться, и вместо того, чтобы находиться в этих негативных эмоциях, чувствах, они будут понимать, что нужно что-то делать, действовать быстро, решительно. Поэтому здесь, вот в следующем году нужно следить каждому знаку зодиака за своей психикой. Это особенно важно. Вот, например, знаком воды, типичным раком, скорпионом, рыбом, очень важно беречь свою психику. Вам важно быть с теми людьми, у кого сильная психика, и самим перестать жаловаться по любому поводу. То есть, ну, быть в состоянии жертвы, я бы так сказала. Ну, бычка мы сейчас поблагодарим, и пусть он тоже готовится к вхождению в свои права. А сейчас я каждому из вас дам карту. Именно по стихиям. То есть, сейчас карта будет для знаков воды. Ещё раз. Раком, скорпионом и рыбом. Что же вам рекомендуют? Это творчество. То есть, очень важно как раз проявлять свои эмоции через творчество. Очень важно, когда психика ваша зашкаливает, займитесь тем, что вас наполняет, тем, что вас радует. Земные знаки тельцы, девы, козероги более устойчивые, прагматичные, более терпеливые. Они заняты постоянно делами какими-то, они любят поработать. Им будет поспокойнее. Этот год самый благоприятный для земных знаков. Потому что бык у нас тоже земной знак. Очень важно, очень важно для как раз тельцов, дев и козерогов перестать зацикливаться на материальном. Это их слабая часть. И вам помогут воздушные знаки. Тандем с ними даст вам новые творческие какие-то прорывы, понимание, что такое истинная свобода, братство, единомышленников. То есть, для вас это очень важно. Кооперируйтесь именно с воздушными знаками. И для вас карта хорошая такая, невинность называется. Здесь говорится о том, что каждый человек по своей сути изначально как душа невинен. И вот возможно, земные знаки, они такие очень прагматичные и сразу смотрят на внешние признаки. Смотрите в душу человека. Это поможет вам убрать какую-то претензию, соответственно, наладить качественную коммуникацию. Воздушные знаки. Что же им рекомендуют карты? Это весы, это водолеи, это близнецы. Нужно меньше летать в облаках, что им свойственно. Опять же, это для типичных знаков. И хоть одну идею, но важно воплотить в жизнь. А лучше, конечно, периодически их это делать. Потому что воздушные знаки в большей степени, вот идей у них много, а воплотить в жизнь им трудно. И вот им важно работать в тандеме с земными знаками. Они могут, во-первых, помочь заземлиться, могут как раз помочь воплотить эти идеи в жизнь. Вы дадите как раз вдохновение воздушные знаки, да, вот этим другим противоположным знаком земным. И карта для вас, смотрите, сейчас я прочитаю ее. Это свежий воздух. Ну, здесь очень важно, кстати, действительно, для воздушных знаков воздух. То есть у меня тоже воздуха очень много в моей натальной карте. Для меня важно жить где-то на высоком этаже. Мне очень важно, чтобы действительно было в пространстве много воздуха. И как если что-то зашкаливает у вас в вашей жизни, обязательно воспользуйтесь этой рекомендацией. Воздух для вас важен. Ну и сейчас огненные знаки. Это овен, львы, стрельцы. Нужно больше контролировать свои эмоции. Агрессия вовне у вас часто выходит. И особенно в следующем году это будет. И, конечно же, нужно это контролировать. То есть заводиться могут с полуоборота. Захочется отстоять справедливость. Вот нужно учиться дипломатии. И запомните, 7 раз сначала отмерить, и потом 1 раз отрезать. С плеча рубить, это очень лишнее. И вам хорошо быть с типичными водными знаками, с земными тоже, в принципе, это тоже подойдет. Ну и, кстати, карта такая интересная выпала. Твердость. Твердость. Здесь очень важно соблюдать твердость. Вот иметь стержень. Потому что для огненных знаков их внутренний стержень дает и цели, направление, куда они направляют энергию. Потому что энергии много. Это важнейшая составляющая. То есть мало того, что нужно воспитывать этот стержень, но еще, конечно, ставить цели. Вот цели для огненных знаков будут очень важны. Потому что так энергия расходуется в разные стороны. Ну, будет, я уже говорила, немножко тяжелый январь-февраль, потому что энергия планеты раскручивает новые циклы. Это, конечно, у нас соединение Сатурна, Юпитера, Водолей. И будут, естественно, процессы идти на энергетическом уровне. И здесь, ну, вот эта перестройка, вы знаете, самый порог мы переходим, да, вот этого 20-летнего цикла. И вхождение, оно, вот это вот всегда неустроенность, непонятно что, как, почему. И важно всем знаком обратить внимание на свое психику и здоровье. Вот я обращаю ваше внимание на это, наверное, особенно. Это настолько будет актуально, потому что мы, многие поняли, собственно говоря, что без здоровья сейчас мало что вообще будет получаться. Реформы только начались, как я это сказала. Уран у нас в Тельце будет до 26-го года. Что будет происходить? Ну, вообще, все сейчас об этом говорят, и астрологи, и все мастера света, они говорят, что так, как было раньше, не будет. И это действительно так. Уран требует от нас перемен резких и радикальных. Уран — это всегда революция, это всегда взрыв. И если в Тельце он находится у нас, то будет происходить полная перестройка в мире экономики, предпринимательства и вообще в отношении людей к деньгам, материальному миру и умению распоряжаться деньгами. Вот здесь реформа нас еще ждет впереди. То есть все понимают, что экономика всего мира, она очень нестабильна. Когда рухнет доллар, это только время, то есть дело времени. И следующие как раз года будут у нас достаточно напряжены в этом направлении. То есть все равно это время настанет. Экономика будет меняться. Уран ждет от нас умения приспосабливаться под быстрые текущие перемены в жизни и самостоятельно действовать и объединяться с партнерами по делу и бизнесу. И сейчас многие могут спросить, ну когда же это произойдет, когда экономика рухнет. Когда мы смотрели, ходили на тонком плане, то как бы там больше трех месяцев это не показывает, по крайней мере нам. И когда мы ходили на тонкий план к духовным мудрецам, это как бы разные немножко, мы смотрим с разных сторон, астральный план и, конечно, на более высокие планы, на совет мудрецов. И они очень плохо относятся, когда мы спрашиваем, ну то есть они просто нам не говорят, когда мы спрашиваем их про деньги. Это для них там наверху это ничего не значит. И они нас больше обращают внимание на то, чтобы мы смотрели больше в другую сторону, в духовно-нравственную, чтобы мы смотрели, как мы можем здесь развиваться. Ведь душа сюда приходит именно для этого. Поэтому, как бы нам не показали, когда это конкретно будет, но вы должны приучить себя мысли, что это может произойти в любой момент времени. И именно подготовиться к этому моменту. И неважно будет уже, что произойдет, если вы внутри психологически себя подготовили, состояние получили психологического спецназа, у меня мои ребята, кто выходит из марафонов и с курсов, они практически вот все на таком уровне. И уже им все равно, что там происходит. Там хоть вообще полмира обвалятся, хоть финансово, хоть в реальности, а им внутренне спокойно и хорошо. И они спокойны в том плане, что они знают, что все будет для них хорошо. Вселенная, они в доверии к Вселенной, им помогают их ангелы. Итак, давайте вернемся все-таки к Урану в Тельце. Нужно понимать, что Телец сам по себе знак собственничества и мира материи. Это все мое. Уран, наоборот, коллективная энергия, поэтому с точки зрения продвижения себя выгоднее будет объединяться и вести дела вместе. Это сейчас все об этом говорят, и вам нужно найти свою стаю во всех сферах и отношениях. Уран будет нас учить финансовой грамотности. И к этому вот нас подведет еще тот экономический кризис, который, собственно говоря, будет рано или поздно. Когда Юпитер с Сатурном в балансе у человека, то у него нет качелей. Здесь очень важно, я хочу вас обратить на это внимание. У нас, у многих, у людей, то есть так, то мы очень сильно экономим, а это Сатурн, зажимаем, то мы начинаем гулять по полной. И, может быть, на последние деньги, или наоборот, у вас вы только получили, то есть, допустим, экономили-экономили полмесяца, потом вы получили какие-то деньги, и вы пошли и потратили, и потом опять влезли в долги. Вот эти качели, да, собственно говоря, это очень плохо, это дисгармония. У нас же как раз Сатурн с Юпитером, это как раз два противоположных знака. Это расширение Юпитер, Сатурн — это сжатие. Так вот, вам нужно научиться за этот промежуток времени, за четыре года, а лучше за следующий год, если в этом году еще у вас не получилось, вот эти качели сделать как можно меньше. То есть финансовая грамотность, раз, грамотно планировать свой бюджет на целый месяц, перестать залазить в долги, постараться потихонечку выходить из этих долгов, потому что люди сейчас повязли в кредитах и не знают, как оттуда выбраться. Это как раз и говорит о том, что нет финансовой грамотности. И уран в тельце будет этому жестко учить. Уран еще нас будет отучать от материальных привязок. То есть очень многих людей как раз в страхе сейчас. И на этих страхах ловят, собственно говоря, те иные силы. И те сейчас указы, которые дают и отбирают деньги через штрафы, собственно говоря, и управляют нами. И, соответственно, это все как раз в контексте вот этого страха. То есть страх потерять работу, страх, что тебя там уволят, тебя оставят без премии и так далее. Поэтому наша задача перестать держаться за материальное вообще. То есть нужно понимать, что это всего лишь средство для того, чтобы достигнуть главной цели. А цели должны быть совершенно другие. Не просто выжить, не просто вот эта какая-то материальная база и фундамент. Это должно быть как побочный эффект от той деятельности, которой вы, главное, занимаетесь. В любом случае нужно ориентир держать на нравственно-моральные устои и самосовершенствования. Вот тогда уран в тельце будет благоволить вам, если вы будете выполнять вот эти его заветы. У нас еще Херон в Овне будет до 27-го года. Отвечает он за предназначение. Это ключ к предназначению. Этот год будет удачным для тех, кто решится наконец-то пойти по своему истинному уйти. И я всегда говорю, просите своих ангелов, доверяйте Вселенной. И если вы знаете, чем вы хотите заниматься, потихонечку начните это делать в той сфере, которая действительно вам очень интересна. И действительно Вселенная будет вам помогать. Просто опять же не пускает вот эти внутренние страхи. Как я останусь без средств и прочее. У всех по-разному получается перейти на новый вид деятельности. У кого-то резко бывает, нормально. Но, как я всегда говорю, старайтесь все-таки медленно переходить. То есть вы остаетесь на основной деятельности, но потихонечку начинайте заниматься каким-то образом, выделять время целенаправленно, поставить себе намерение, принять решение, что вы точно идете по новому направлению, просить ангелов о том, чтобы они вам помогали. И доверять Вселенной, и она будет разворачиваться к вам всеми лучшими благами. Сфера энергетики. Я хочу особенно здесь подчеркнуть. Почему? Потому что Херон Вовни — это лично для каждого человека умение управлять собственным «я» и налаживание контакта с самим собой, умение управлять своей энергией. Ключ к предназначению лежит в основе того, как мы сливаем энергию. Куда мы ее сливаем? Нужно… А без энергии вообще ничего не происходит. Если вы не заправите машину бензином, куда она поедет? Она встанет. То же самое у нас. Еда не является нашей чистой энергией. Это всего лишь где-то 20%. Основную энергию мы получаем от творчества, от своей любимой деятельности, от эгрегоров, в которых мы находимся. Если вы в деструктивных эгрегорах, если вы в негативном мышлении, если вы перекрыты вот этим всем от высших духовных наставников, ангелов-хранителей, соответственно, у вас энергии все меньше и меньше. Так вот, все силы должны быть направлены на внутреннюю гармонизацию, умение успокоиться, работать с мыслями и все взвесить и решить и направить внимание туда, куда нужно. То есть, должно быть четкий вектор. Когда вы много распыляетесь, соответственно, тоже энергия просто расходится. То есть, по сути, свои уран в овне у нас призывает к спокойствию и еще раз к спокойствию. Девиз следующего года для всех. То есть, психологическая стабильность спокойствия — это главное и улучшение нашего физического тела и оптимизм. Кто в депрессии, им, конечно, тяжело, поэтому ищите хорошее сообщество, где вас будут поддерживать. То есть, эгрегоры. Вообще, нужно многим людям уже знать, что это такое, и от того, в каком сообществе находитесь, а любое сообщество — это есть на тонком плане, эгрегор, соответственно, от этого будет зависеть количество вашей энергии. И свыше, если посмотреть, что от нас ждут, это в мировом масштабе, то есть от всех землян, ждут активных действий. Это, опять же, наш херон в овне. Проявление смелости, отстаивание справедливости, свободы, умение взять на себя ответственность, не только за себя, но и за тех, кто рядом. То есть, да, помочь не только своей семье, но, соответственно, вообще нам объединяться в коллективе, помогать тем людям, которые попали сейчас тоже в серьезные такие состояния, как непонимание, что делать, куда двигаться. По всем вопросам юридическим, отставивание своих свобод и так далее. И это у нас будет учить через давление свыше, ну, естественно, от слуг народа. Об этом я чуть ниже расскажу. Итак, значит, 2021 год будет для нас годом обучения во многих сферах. Северный узел у нас будет в близнецах длиться один год. Близнецы — это ученик. И мы будем учиться коммуницировать и налаживать новые социальные контакты. Это прежде всего учиться общаться внутри семьи, рабочем коллективе, с представителями слуг народа. И основная кармическая задача людей в этом году — это налаживание связей. Хотя и этот год призывал нас, но мы еще не понимали, насколько это важно. И вот этот год будет продолжение этого года. Южный узел призывает нас отстаивать юридическое право. Он у нас в Стрельце. Юпитер у нас управитель Стрельца. И он будет призывать нас отставить юридическое право и именно на правовой базе строить диалоги с окружающим миром, с самим собой, с естественно слугами народа. То есть в буквальном смысле во всех направлениях вот сейчас мы должны юридически образовываться. И только на основе знания статей отставить свое право в разных направлениях, которые нас будут подводить к изучению юридических законов. То есть это еще одно такое направление, важнейшее. И уже вы, наверное, прочувствовали, что хорошо бы знать хоть несколько статей для того, чтобы отстоять права свои, где вас ущемляют. Дальше у нас идет Плутон Козероги. Важно нам понимать, что он будет от нас требовать. Он у нас будет до 2024 года активен. Плутон будет продолжать нас сталкивать с слугами народа, чтобы мы научились переворачивать вот эту энергию массовую в правильное русло. Плутон — это всегда коллективная сила. Власть — это всегда масса людей. А люди — это и есть настоящая сила и власть. И все должны, кстати, понять это уже, перевернуть в своем сознании, что нужно даже, вот я тоже сейчас приучаю себя, чтобы переставать говорить на слуг, называть слуг народа властью. Власть — это народ, по крайней мере, в Российской Федерации по законодательству. А те, кто были властью, они, собственно говоря, по закону, они слуги народа. И вы хотя бы в сознании своем переверните вот эту картинку, и это сделаете большое благо для всего нашего сообщества. Итак, крыса в 2020 году подготовила фундамент для быка. В год быка будет разгораться сцены конфликтов между слугами народа и, естественно, народом, властью. И самим народом между собой. Будет много публичных казней, они уже появляются. Уже можно по СМИ видеть, как это происходит. Недавно совсем видела такой сюжет, где в Питере рестораторы просто устроили бойкот, потому что им не разрешают в новогоднюю ночь проводить мероприятия в своем ресторане. Они вот вместе объединились. Так вот, самого главного показали, как его взяли и, в общем, что с ним там произошло, ну, в полицию, и непонятно. Соответственно, врачи сейчас, те, которые рассказывают правду о вирусе и как лечат, неправильно лечат, соответственно, их тоже забирают в полицию. В следующем году много будет публичных казней. И я как раз говорила в видео с Ольгой Сорокиной, когда мы ходили на сеанс тонкого плана, как, собственно говоря, там прям этот процесс происходит, как он будет происходить в следующем году. И наша задача, самое главное, не поддаваться на вот эти провокации. То есть они будут запугивать, естественно, слуги народа, им важно удержать, чтобы мы также были в страхе. И здесь наша задача, как я призывала в другом видео, перестать вообще смотреть СМИ, перестать смотреть новости, особенно перестать смотреть телевизор, те передачи, которые разгоняют вот этот, нагоняют вот эту жуть и вводят людей в депрессию. Вот это то оружие, которое, даже не оружие, это способ, давайте уходить от этих лексиконов, это способ, который как минимум может выбесить ИГР и ГРНХ, и они, по крайней мере, не смогут, закон еще пока такой нельзя издать, чтобы они заставили нас смотреть новости. А у вас, как минимум, будет переставать распространяться на вас вот этот вирус страха, и это уже будет хорошо. Итак, всех волнует вопрос вакцинации, заставят ли вакцинироваться. Ну, вот по правилам игры, я немножко сейчас расскажу о, собственно говоря, законах высших космических. По правилам игры иные обязаны оставлять нам лазейки. Ну, давайте, наверное, еще раз повторюсь, я потому что других видео говорила, сегодня я не говорила, кто такие иные. Это мое понятие, я ввела это силы на тонком плане, которые стоят за правительствами многих стран. Соответственно, здесь я в этом контексте их упоминаю. И, собственно говоря, манипулируют, управляют ими. Так вот, по логике высших законов иные должны всегда оставить лазейки для нас, где мы можем сделать выбор свой. То есть, вот свобода воли это главный закон, и если они его соблюдают, то, соответственно, эта игра свыше разрешена для них. Как только они ее нарушают, соответственно, они как бы роют яму для себя. Так вот, по логике высших законов, и мы это проверим в следующем году, будет так это или нет, они не должны этого сделать. Они должны оставить добровольно принудительную. То есть, они будут заставлять тех людей, которые работают на гос, службе, и, соответственно, будут вынуждать их через, опять же, страхи, под увольнением, лишение других каких-то прав и регалий, и ресурсов, и, соответственно, люди будут вынуждены это делать. Так вот, для всех, по идее, во всем мире, они должны оставить лазейку. То есть, наш выбор, он обязательно, даже во время войны Второй мировой, фашисты, когда они заставляли, даже не заставляли, они делали выбор, на оккупированных, давали выбор, на оккупированных землях они предлагали, допустим, одним людям право, или ты расстреливаешь своих же соотечественников, или же ты идешь туда, на ту сторону. То есть, выбор, даже в те сложные времена, он был. Ну, а те, кто вот этот выбор не предоставляет, вот этих лазеек, да, соответственно, еще раз говорю, ну, как бы свыше будут тут же, свыше будут призывать к этому закону, то есть, они будут, ну, как бы, условно говоря, наказаны. Значит, давайте к году быка мы перейдем. Год быка это символ огромной силы. Да, символ огромной силы. Но расходующий безграмотно, то есть, четкой стратегии и цели нет. И в сеансе, вот как раз в прошлом, прошлом нашем видео, где мы ходили по кармическому заявлению в суд, кармический суд показали сцену. Терадор убивает разъяренного быка, и за этим убийством наблюдает большая масса людей. Бык представитель народа. Терадор и сами понимаете, собственно говоря, кто это. Конечно, это метафора нам показали, но вот эту публичную казнь, как это будет происходить и как это будут убивать тех, кто будет протестовать, да, выходить и заявлять о своих правах. Но в любом случае, в любом случае, эта метафора, она действительно будет лейб-мотивом вот этого всего года. Будут люди, которые будут выходить с протестами, но будут, но так как у них нету координации, у них нет пока понимания, как объединиться друг с другом, да, и вообще, когда, знаете, когда начинается, сейчас буду, опять же, сленг такой, вот в кавычках, специально вот это делаю, сленг войны использовать, ну тогда просто вам будет понятно, да, что, допустим, во время войны, когда только начинается, то есть, ты много понимаешь, что у тебя нет этого, что, ну, с другой стороны, когда на тебя нападают, у тебя нету там специального оружия, оборудования, у тебя нету, не подготовлено там ни одежды элементарной, да, как у нас там, замерзали, оружие было допотопное, ну, я имею в виду сейчас вторую мировую, да, отечественную, вот, и, но, когда время идет, и к концу войны, действительно, ты научаешься хорошо воевать, так вот, следующие годы, собственно говоря, будут приучать нас к тому, адаптироваться, и не кидаться на баррикады, а начинать делать это по-хитрому, то есть, отстаивать свои права, в правовом русле, в том числе, то есть, это разные сферы будут, это не только это, и, когда говорят, что закон очень там плохой и прочее, но дело в том, даже в этом законе можно найти те способы, которые можно привлечь по закону, если прям ваши права отбирают, на самом деле, и этому будем учиться в 21-м году, а вот год тигра, 22-й год, это будет более интересный год, так как год быка научит каждого не бежать на баррикады, уходить в подполье, работать в тылу оккупантов, и чем дольше идет война, тем активнее, продуктивнее будет подполье, и к концу войны понимаешь, как действовать профессионально. Тигр считается магическим властителем жизни, он олицетворяет восстание против любых ограничений, навязанных человеку изне. Это не тот бык, который пышет яростью, но впустую. Тигр всегда подходит незаметно, рассчитывает силы, и мало кто с ним может вообще справиться. 22-й год появится в этот год, появятся новые лидеры, их будет много, очень профессиональные в каждой сфере, которые будут объединять и образовывать людей в разных сферах, но это будут пока мелкие лидеры, то есть каждый в своей специализации, каждый в своей локации, на своей территории. Это юристы, это программисты, где-то, может быть, даже хакеры, духовные мастера, психологи, работающие с людьми, даже те люди, которые были во власти или сейчас во власти, они тоже будут помогать остальным образовываться в этих сферах. И это неприкосновенные личности, можно сказать, миссионеры свыше, бережет их космос, и тигр символ как раз веры и терпения. Его чтут, боятся самые счастливые из тех своих собратьев, имеется в виду восточный календарь, он спокоен и мудр, и тигр умеет быть суровым к себе, но очень требовательным к окружающим. И главная рекомендация для всех знаков в следующем 2021 году не реагировать эмоционально на провокации, которые будут постоянно. То есть много будет, еще раз говорю, публично каких-то казней, и вот эмоции нужно свои как минимум трансформировать в нужное русло. Почему? Я сейчас чуть позже об этом скажу. Потому что, ну давайте, может быть, сразу, потому что иным, да, очень важно как раз именно ваши эмоции. И на самом деле борьба-то идет за вашу энергию, это прежде всего. Потому что тонкий план именно как раз кормит народ, именно вы вашими эмоциями. И чем меньше эмоций негативных, в том числе проклятия, я, кстати, в одном из следующих видео расскажу, почему проклятия, негативные эмоции в адрес слуг народа, они не действуют. Мало того, что они не действуют, они используют вашу энергию, они берут ее и направляют туда, куда они хотят, на свои цели. И если, конечно, вы хотите слить лишнюю энергию и отдать им, и чтобы они в этот момент на тонком плане разжирели, а эгрегор пухнет от этой негативной энергии, они просто берут и используют для, ну, своего продвижения. И опять же, нашего опять подавления, вот если вы хотите, конечно, вот если вы не понимаете пока закономерности энергоинформационного взаимодействия на тонком плане, то, конечно же, ну, в ближайшее время вам, скорее всего, покажет само пространство. Но я всегда всех призываю, и в моих книгах написано, чтобы вы, прежде всего, свои эмоции начали управлять своими эмоциями. это очень важно не только для вас, но и для того, чтобы вот это как раз вот гидра, которая находится в астральном плане, она просто-напросто уже исчезла. То есть мы своей энергией возмущениями проклятия, посылая в их адрес, собственно говоря, мы ее взращиваем. когда у вас нет эмоций внутренних, внутренние хотя бы нейтральное состояние, эмоциональное, соответственно, это для них вот, ну, самое-самое-самое страшное. Вот запомните это, вот запишите это, пожалуйста. Вот насколько вы это понимаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько это важно. И почему вот как раз я и призываю, чтобы перестать смотреть СМИ, чтобы у вас перестать... хотя бы, знаете, нет источника возмущения, то есть, соответственно, вам легче справляться с своими негативными эмоциями. И больше смотреть нужно позитивных фильмов, вдохновленных каких-то, комедий, мелодрам, приятно, хорошие, про любовь, в общем, песни, стихи, все, что угодно, хорошие какие-то компании позитивные. Вот максимально нужно акцент на позитиве, на красоте и радости. И вот таким образом вы сохраняете эту энергию, даже еще набираете ее от этих прекрасных эгрегоров и от этих каких-то прекрасных объектов, хотя, например, красоты, природы, когда вы смотрите на красивую, у вас она прибавляется энергии, запомните это. Итак, задача иных выставить БК на арену, это СМИ, и в назидание заколоть. Их задача сделать публичное шоу-казнь, а народ будет смотреть им учиться. Так вот, если мы не будем смотреть это и вообще просто не включать, то вот это шоу будет не перед кем делать, собственно говоря. Вот представьте, они там крутят что-то, а мы это не смотрим. Да, хотя, конечно, много еще рассылается информация по интернету, по мессенджерам, но опять же перестаньте реагировать. И если это позитивная, оптимистическая, хорошая информация, то это здорово. Если это негативная, то пусть она на вас и закончится. То есть вот рассылать страх без действий, что дальше делать, это очень опасно для нас всех. Итак, кстати, эксперимент сделайте, допустим, семь дней не смотрите новости, потом семь, ну или три дня посмотрите, лучше три дня, а потом семь дней опять не смотрите, посмотрите на свое самочувствие. Итак, за следующий двадцать первый год тех, кто хочет и у кого есть сила и смелость противостоять системе, будут выходить в подполье и будут очень грамотно начинать свою деятельность. Это будет тонкая игра по законам того права, которое есть, право иметь в виду юридического, потому что всегда в законе иные, как я говорила, оставляют лазейки. Это ключевой момент, ключевой. Еще раз говорю, с нами идет игра и нужно научиться играть. И знаете, у меня был такой интересный свой опыт, и я когда, ну это мне свыше показали ангелы, я просто в восторге была от этого опыта. я со мночкой играла в шахматы по компьютеру. И там какая-то была версия, там чем, ну то есть есть более легкая версия, есть более сложная, но там где-то вот была такая, ну средненькая. И вот когда, значит, я понимаю, что меня сейчас зажимают в угол, и сейчас прям буквально два хода, и мне будет мат, и я, у меня, знаете, как переклинило в голове, и у меня мысль такая, думаю, а что я все ухожу-то и защищаюсь? Я говорю, а пойду-ка я вперед. Хотя в шахматы, кстати, я играю, можно сказать, вообще никак. То есть я только знаю, как они двигаются, какие там, знаю только рокировку, собственно говоря, в шахматы все, я полный профан. И не зная этого, то есть я играла в шахматы с компьютером, вот я забыла это сказать, это очень важно, не с внучкой, а с компьютером. Ну просто она сидела на моей стороне, мы вместе с ней, значит, играли с компьютером. И вот когда я, значит, стала, у меня такая внутренняя уверенность, ну что я думаю, если я буду защищаться, в любом случае, это минимум как ничья. Ну проиграть, это точно я проиграю. Так вот, я стала просто ставить фигуры вперед, и три хода я выигрываю, я ставлю мат противоположной стороне. Вы не представляете, как я радовалась. Я кричала, визжала от радости, внучка вообще не понимала, что происходит, но она тоже поняла, что мы выиграли. Вот, ну для меня, я понимала, что у компьютера выиграть мне, потому что я вообще ноль, да, очень сложно. И я просто из-за того, что пошла вперед, я выиграла. И для меня вот этот вот нюанс в моей жизни, вот эта метафора стала очень много значить. То есть, если мы защищаемся, если мы постоянно уходим назад, то рано или поздно, как минимум, будет ничья, но вряд ли, да, тебя загонят в этот угол. Когда ты идешь вперед, шансы есть. И за три хода я выиграла. Это было, конечно, фантастика. Итак, значит, дальше мы идем. Вот, про год белого металлического быка. Будет выходить на первый план новые лидеры мирового уровня, но запомните одну такую вещь, которую я вам скажу. Не всякое золото, что блестит. По делам узнаете их. То есть, потому что сейчас на первый уровень прям выводит очень здорово, то есть, на лидерские позиции подсовывают нам новых лидеров. Ну, собственно говоря, это все те же самые лица, мы их всех знаем. Это, собственно говоря, тоже, опять же, из иных мирового правительства. Сейчас это уже происходит. вот, Трампа объявляют чуть ли не героем. И нужно это понимать, что это всего лишь игра. Это всего лишь рокировка для внешнего вида, для людей. А вот цвет шахмат остается тот же, прежним. Истинный новый лидер будет появляться в год Сигра Дракона 24-го года. Они будут только рождаться, зарождаться у нас в 21-м году, 21-м. Это просто наметки, 22-й, 23-й, 24-й. Вот там ждать действительно лидеров мирового уровня. Мир очень нуждается в них, устал от этих махровых мамонтов. И народ хочет что-то с одной стороны сделать, он понимает, что нужно что-то делать, но не знает, как и куда двигаться, куда направлять свои силы. И многие говорят, вот мне пишут, Полина, ну вот что делать, скажите, пожалуйста, направьте, что сделать-то. И вот, кстати, если у вас такое есть состояние, напишите, пожалуйста, тоже. Но вот координации людей и массы людей, большой вот этой, ее нету. И вот как раз 21-й год будет у нас именно в этом направлении развиваться. То есть наконец-то появятся такие, еще раз говорю, локальные лидеры, мелкие, которые будут координировать людей на местах. А потом тихонечку это будет все расти, все больше, 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 такой, знаете, лавину. 23-й год, 23-й год кролика-кота или кролика-кота будет поспокойнее, это символ дипломатии, компромиссы, слуги народа будут уже слушать, идти навстречу, на компромиссы, учитывая волю народа. И год принесет более-менее такое спокойствие, это пора планов, перспективных начинаний и закрепления успехов 21-го, 22-го года. А вот 24-й год дракона это самый свободолюбивый знак, и человечество научится отставить свою свободу в единстве. Вот это ключевое слово, но при этом понимая свою индивидуальность и свою силу. Деревянного Дракона станет главным и решающим. Это переломный достаточно год. Дракон это мифическое существо, и в 24-й год может даже стать моментом веры в собственную внутреннюю силу каждого из вас, свой потенциал, который заложен в каждом изначально при рождении. Вот многие сейчас просто понимают, что он один ничто сделать не может. Но вот Дракон это символ мощи, и зеленое дерево это символ настоящей жизни. Несмотря на то, что Дракон это еще и символ одиночества, символ единицы, но эта единица очень крупная и мощная. Дракон может справиться абсолютно с любой преградой. Дракону ничего не страшно, поэтому он одиночкой может справиться с любыми задачами. и 24-й год будет нацелен на то, чтобы каждый человек осознал свою внутреннюю силу, свой потенциал и понял, что даже если он один, как кажется, незначим, на самом деле это не так. И многие люди осознают и прочувствуют эту внутреннюю силу. И рассуждение Дракона такое, даже если один, я Дракон живой и настоящий, который все может решить. и у меня есть сила, пламя, осознанность, дух и душа. Все есть, чтобы идти и действовать, то есть огромная мощь. И год может принести нам переворот во власти и устоях. Но до этого момента мы должны постоянно осознавать в себе и взращивать вот эту силу Дракона. 24-й год время коллективного сознания мощи в том числе и каждая отдельная единица это Дракон. И если все единицы объединятся вместе, какая будет сила, представляете? Вы даже можете сейчас представить себя уже как таким мощным сильным Драконом. Это ваша суть и у каждого у вас есть эта сила. И представьте, что эти Драконы объединились. Вот просто закройте глаза и представьте это будущее. Это будет уже сейчас способствовать формированию на тонком плане вот этого нашего прекрасного будущего. И так оно будет, потому что энергии звезд нам будет в этом способствовать, раскрываться в этом направлении. Значит, для каких знаков зодиака будет 2021 год более удачным? Нужно понимать, что в большей степени год будет зависеть от вас, ваших мыслей, реакций, слов, действий и выполнения высших законов. Карма сейчас пролетает мгновенно. То есть нужно понимать, что вот здесь рекомендации все-таки в большей степени они, да, это вот будет вам тоже какая-то помощь, но в то же время все индивидуально. То есть от вашей карми по вашим делам будет происходить событийный поток формироваться и, соответственно, будет вам или благо или будут творческие задачи, как я это называю. Итак, напомню, главные черты быка упорство и трудолюбие, таков он сам, таким хочет увидеть окружающих. Люди, которые вместо дела занимаются пустой болтовнью, вызывают у него искренние презрения. Дело, дело и дело. И бык будет требовать от вас в этом году. И быки твердо уверены в том, что помешать в достижении цели могут только лень и праздность. Зачастую бык консервативен и идет проверенным путем, ну, что мешает свернуть на более оптимальную линию судьбы. Они, знаете, как в прудце в колею, вот так идут. Это вот для бычков, и, кстати, кто сейчас у нас по восточному календарю знак бык, то, соответственно, вот тоже для вас это очень актуально, то есть надо быть более гибким. Но при всем терпении и понимании возникающие препятствия на взгляд быка, оскорбительные поведения окружающих подчас рождают в нем неконтролируемые ярости нападки. Бычья практичность, ответственность и верность делают его отличным деловым партнером и хорошим другом. И если у вас в этом году кто-то из ваших компаньонов или друзей или родственников бык, то, собственно говоря, это хорошо. И главная рекомендация для самого бычка, чтобы обрести внутренний покой, нужно учиться контролировать напор своих эмоций, чаще быть на природе, здесь он чувствует умиротворение, прилив сил, и учитесь качественной коммуникации и дипломатии. Это вот важное направление для вас. Для других знаков восточного календаря рекомендация. Вот смотрите, для собаки у нас это с быком, если брать их взаимодействие, это векторный союз, если взять астрологию структурную, то можно, вот если собака с быком, это достаточно сложный будет союз в этом году, могут всплыть программы властолюбия у собаки, управление и манипуляция, эгоцентризм, непредказуемый год может быть для этого знака, быть готовым ко всему необычному, рука должна быть на пульсе, если быку попадется человек-собака в отношениях или партнер, то нужно 7 раз подумать отношения очень сложные, сильнейшие зависимости. для тигров тоже достаточно такой напряженный будет год, потому что могут быть неприятные сюрпризы, это могут быть всплыть кармические связи, накопившиеся отработки на поверхность, не отработки, то есть наоборот нужно будет отрабатывать вот эти какие-то кармические связи. И заняться очень важно в этом году своими привязками к материальному, людям, детям, работе, ваша свобода, это ваше все. Вот тигров вот прям подготавливают в следующем году и они должны очиститься от этого, потому что из них будут тоже лидеры, лидеры формироваться, это очень важно. То есть такая чистка для тигров будет. Для котов, коз, кабанов, ну кабан у нас тоже значит в сочетании с кабаном, это будет год романтический, брак, это союз вместе с быком, сочетание можно включать легкое, то есть это будет легкое взаимодействие с быком, романтика с быком это то, что приветствуется, то есть легкое отношение к жизни. Но бык не терпит предательства в этом союзе, вот важно вам это понимать. С этими людьми и представителями быка нужно быть верными. то есть если конкретно у вас в вашем окружении есть быки, вот верность для них очень важна. Будьте с ними, прям вы знаете, с одной стороны быть легкими нужно, это постоянные какие-то романтические может быть походы, поездки, взаимодействия, с ними взаимодействовать вот на этой волне, вот, но верность в отношениях им очень важна. То есть соблюдайте это значит для котов и для коз. Верность вообще по жизни в этом году для вас важнейшая составляющая. Бык, так, змея и петух, что для них значит сочетание этого союза с быком, что несет? Это год стабильности, но главное выполнять устои в паре с быком. Нужно понимать, кто в семье в этом году главный, а главный бык. Поэтому с уважением относиться к его предпочтениям. Вас понизили, например, должность, уважайте выбор главного хозяина года быка, значит так и надо. Ищите глубинный замысел, то есть зачем это нужно, то есть во всем смысл. А вот если, например, у лошади с быком у них немножко другие взаимодействия, это можно с быком и поспорить, и свои предпочтения поставить на первое место. Например, вас уволили, можно пободаться о своих правах, отстоять. И с быком будет такое соревнование, но этому знаку он будет прощать и даже уважать за его решение, противостоять обстоятельствам. Это такой, знаете, конкуренция за право быть главным, дерзкие отношения, особенно в бизнесе. Это для лошади. Крысы, обезьяны, драконы. Это будет очень хороший союз с быком, это духовный союз, хорошее взаимопонимание. Для вас это духовная близость, понимание с одного взгляда, и слово, родные души. Год ориентирует на духовный рост и познание высших законов и обретение единомышленников. Вот это прям важнейшая составляющая. По здоровью всем знакам без исключения важно следить за этим. Если взять здоровье, вне зависимости, какой у вас год по восточному календарю, какой вы знак зодиака, два кета, на которых должны обратить вы внимание, это подтягивать душевное здоровье и физическое тело. Займитесь повышением иммунитета, питание, дыхание, движение. Важнейшие три составляющие это микроэлементы, витамины. Я скоро, кстати, выпущу новое видео «Как повысить иммунитет», это тоже будет вам в помощь. И психику укреплять, работа с ментальным телом и меняем мышление на оптимистическое, психология нам в помощь. По финансам давайте немножечко еще дорасскажу. Перестать судорожно держаться за все материальное, проверки на материальные зацепки будут постоянно у нас идти в следующем году. Иные будут делать все под манипуляцией, через манипуляции слуг народа будут делать все, чтобы мы обнищали. Но это нужно понимать, что это опять же замысел сверху для того, чтобы мы перестали держаться за материальные. То есть наши ориентиры должны быть на духовно-нравственные ориентиры и все, что с этим связано. Еще раз говорю, что нас будут приучать убирать привязки и страхи, связанные с деньгами, научиться быстро адаптироваться к новым реалиям и научиться финансовой грамотности. Будут реформы денежные, финансовая система будет меняться до 2025 года. И самое интересное, собственно говоря, у нас впереди сюрпризы, нас ждут всех. Причем такие, о каких мы даже не догадываемся, которые сейчас мало кто может представить как с пандемией. Никто не мог это предсказать. Итак, ваша задача выстроить так психику, чтобы любая неприятность была для вас пустяком. То есть ровно фиолетово. в отношениях в следующем году очень важно укреплять семейные узы с близкими и отпустить кто вам неродственная душа. Что значит это? То есть в будущем, кстати, будут семьи уже немножко по-другому считаться. То есть не по крови, а именно будут семьи на уровне ценностей единомышленников. То есть вас будут объединять одни идеи. Вот знаете, как на одной волне, как я говорю, нашел свою стаю. И вот это будет истинная семья. А вот эти вот устои, когда уже по крови ты должен с кем-то взаимодействовать, но ты не хочешь и с тобой не хотят, а вроде как надо, а шаблоны социума говорят, да, вот это твой отец, это твоя мать, это твои сестры, братья. Все это уйдет постепенно. То есть это будет действительно совсем уже по-другому. И я думаю, что для многих это действительно такое-то облегчение будет. Напишите в комментариях, насколько вам это близко. То есть у вас не будет чувства вины за то, что вы не общаетесь с теми родственниками, которые вам по духу очень далеки. Уран в тельце, я как говорила, уже произведет новые реформы не только экономической сфере, но и еще нужно понимать, что уран непредсказуем. Самое главное нам, еще раз напомню, не зацикливаться на материальном и выбирать душой и смелее творить в своей деятельности. Вот используйте творческий подход ко всему. и девиз интересно, как у меня получится. Уран нас будет призывать к подходу к творческому, неординарному и креативному. Именно те люди, которые будут выходить в своей деятельности на новые какие-то креативные решения, они будут впереди планеты всей. То есть творчество, творчество, креатив, это будет приветствоваться, потому что уран, собственно говоря, отвечает за это. Ну и сейчас самое главное, наверное, перед Новым годом, да и позже, лучше, поздно, чем никогда, сделать выводы. По этому году главные уроки нужно выписать, чему вас научил этот год и быстро обучаться, быстро обучаться уже каким-то новым паттерном поведениям, реакции. Вот все, что вы сделаете, важнейшие какие-то выводы по этому году, все это нужно будет перевести в план. то есть а что сделать-то, вывод-то я сделал, а какой, как спланировать следующий год. И вот к планированию нас тоже будет подталкивать планета, то есть учиться планировать во всем, во всех сферах. От планирования дня до планирования наших средств на месяц, на год и так далее. То есть вот все это очень важно, потому что Сатурн будет нас заставлять это делать. И кто уже это делает, уже молодец. Напишите мне в комментариях, если вы уже придерживаетесь планов везде. Это будет очень здорово. Ну и общие выводы для нас. Пять выводов важных. Первый вывод. Нас всех свыше научили следовать в этом году здоровому образу жизни, то есть следить за здоровьем. И если человек какой-то еще не понял, к чему нас призывал этот год, то, мои дорогие, я вам напоминаю об этом. Здоровье, физическое, физическое тело нужно обязательно подтягивать. Это первый постулат. Второй. Нас приучают к юридической грамотности. Теперь в кодексе заглядываешь ты чаще, по крайней мере я. И здесь тоже будут те люди, кто будут образовывать нас с нуля. И благодарность большая, и уже они есть. Третий постулат, чего нас обучают-то. Это финансовый кризис, который неизбежен. Нас приучат к финансовой грамотности и аккуратно, бережно относиться к деньгам без привязок и страхов о будущем. Четвертый принцип и пункт. Нас свели носом с самим собой, своей семьей, слугами народа, рабочим коллективом, просто людьми, которые от нас просят выполнять паразматические законы и, конечно, творцом и его замыслами. То есть больше стали мы думать о глобальном, о смысле жизни и нас просто развернули в эту сферу духовно-нравственную, которую уже избежать практически невозможно. То есть нас повернули к осознанности. Ну и пятое это отставление своего мнения в системе. Свыше нас приучает отставить свои права, свободу. Нам нужно учиться этому. В генах у нас сидит рабство и наша задача как раз с этим справиться. И чем больше мы будем прогибаться, тем больше нас нагнут. это тоже аксиома. И опять же они нас прогибают для того, чтобы нас научить отставить свободу. Собственно говоря, сейчас ситуация для нас очень удобна. Это тренажер, на котором можно себя вывести на другой уровень. И важно понимать, что сейчас идет естественный рост человеческого сознания. Мы, собственно говоря, переходим из детского сада в школу и уже без мамки. И нужно понимать, что прежде всего идет борьба сейчас за человеческой энергией. Вот это вам уже сказала. И если люди поймут это, здесь тоже ключевой момент, то и кстати, вот еще есть очень много сейчас страхов у людей из-за того, что иные мировое правительство говорят, что они хотят уничтожить большую часть населения и оставить золотой миллиард. Вы знаете, в большей степени, как нам это показывает, это фейк и специально пущено для того, чтобы испугать людей. Но представляете, если вам говорят, что вас уничтожат, вас хотят по-всякому уничтожить, естественно, что вы будете, как минимум в страхе, опять же, будете испытывать вот эти негативные эмоции в их адресе, соответственно, будете их кормить. Чем больше людей здесь и чем больше воспроизводят негативные энергии, тем больше они жируют. Если у нас будет меньше, они просто исчезнут с тонкого плана. То есть их вот питание не будет для них. Они хотят просто понизить наш иммунитет, они хотят нам сознание затуманить и, соответственно, управлять и манипулировать и направлять в те места, на те работы, на те мысли и идеи, которые выгодны им. И вот это, конечно, может быть, кто-то сейчас возмутится по тому поводу, что я сказала, но это уже опять же ваш выбор. Я еще раз говорю, что я даю информацию, ваш выбор пользоваться этой информацией или пройти ее мимо. То есть опять же выбор. И вообще, кстати, все, что сейчас происходит, это каждого человека ставят перед выбором. И наша главная задача это, собственно говоря, выбирать. Ну, по сути своей, следующий год это будет достаточно стабильным в том плане, что люди уже привыкнут к этому состоянию, привыкнут, что уже нужно действительно меняться, что нужно быстро адаптироваться и будут понимать, что если сейчас ты не будешь изменяться, то, собственно говоря, ты останешься на обочине жизни. Что я хочу сказать, мои дорогие. В любом случае нам нужно учиться спокойствию, равновесию, внутреннему балансу это залог нашей успешной судьбы во все времена перемен. Это самое главное. Много я тут подчеркнула, что самого главного. В любом случае это естественный рост. Мы в любом случае с вами придем к светлому будущему. Но от нас будет зависеть, насколько оно будет светлое и как оно быстро настанет от каждого выбора человека. Давайте я возьму карту, завершающую точку в этом сегодняшнем видео. И, кстати, между прочим, Россия ждет, Россия не путать с правительством этой страны. За семь лет она выйдет на новый уровень лидерства в мире по многим сферам. И сейчас кажется, что это невозможно. Но так как уран покровительствует России и, естественно, водолей, это ее знак и здесь будет Россия она впереди. Но это будет чуть позже. Семь лет и как раз тот срок, когда будут рождаться новые лидеры. Соответственно, с ними она возродится. Ну и карта вышла такая интересная развод. Развод с кем многие спрашивают, что же это за карта и что она обозначает. Развод или со своей какой-то деятельностью, которая уже вам не нравится. Развод или с человеком, который... Это не примитивно прямо сразу с человеком, но кому-то может быть развод и с человеком. Развод с какой-то отжившей программой, со страхами. Естественно, конечно, с теми силами иными, которые с тонкого плана управляют и манипулируют нами. Уже давно пора нам выйти из этих коротких штанишек, что кто-то нами управляет. Мы можем это делать сами. Итак, мои дорогие, я знаю, что у нас все получится. Нам сверху показывали наше будущее. Это как раз драконы объединенные, мощные, сильные. Все будет очень хорошо. Итак, мои хорошие, с вами Полина Сухова всегда рядышком. Комментарии, приветствуются, лайки, подписывайтесь на канал. И это видео, конечно же, желательно к распространению. Пусть люди знают, что все будет хорошо. И с нами ангелы-хранители, помните, это и высшая иерархия тоже. Это всего лишь игра. Сыграем же с интересом. Интересно, как у меня получится с этим справиться. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok